не добрались для меня. Девочки, всем привет, команда. Всех приветствую. Добрый вечер. Как меня слышно? Хорошо? Не тихо? Отлично, давайте тогда начинать. Представлюсь. Меня зовут Эльнара, кто не знает. Мне 22 года. Я в открытом звании директор. Открыла звание два дня назад, кажется. Спасибо, хочу сказать, спонсорам первым долгом за помощь, за поддержку, за Танины печеньки. Вот. Чем я занималась до прихода в бизнес? Я закончила университет в 2017 году, а потом увидела объявление. Да, сейчас я переключу этот слайдик. Вот. Как начался мой путь? Я увидела объявление в фейсбуке. Она писала девушке, вот на первом слайде, что хотела узнать насчет работы, да. А потом, да, я была тем человеком, который после регистрации стал уточнять, это Ари Флейн. Да, я была тем человеком, признаюсь. Вот. И, как видите, я представляла совсем по-другому интернет-магазин, да. Ну, это такой стереотип. Не дозрела еще. Вот. Но, как бы, не стала расстраиваться, как бы, ну, подумала, черт, что уже делать? Я прошла регистрацию. Посмотрим, что будет дальше. Вот. Потом меня добавили в чат, в телеграм. Это был вообще кадр. Меня добавили туда, а я стала как-то скептично относиться к этому, потому что все стали приветствовать. Подобро пожаловать, Ильнара, успехов тебе. Я такая, блин, что-то тут не так. В чем подвох-то? Почему люди меня приветствуют, радуются за меня? Такие открытые люди. Ну, я, конечно, стала тоже обратно, да, обратку давать. Но как-то все-таки в голове были, да, вот эти таракашки. Вот. Да, мозговое созревание я назвала это. То есть вначале были большие, огромные такие возражения. Но, как бы, я пришла домой, и что я первым делом сделала? Я сказала домашним, что я буду строить бизнес с компанией «Эрфлейм». Ну, вы бы видели взгляд моих родителей, но это, как бы, нормально, потому что они же не понимают. И я нормально не смогла объяснить, потому что я была новичком. И, как бы, ну, не совсем поняла, да, после презентации очень много непонятного мне было. Но я, в общем, такая вся на эмоциях. Я буду строить бизнес с компанией «Эрфлейм». Вот. И, конечно, они такие, ну, давай посмотрим, что будет. Вот. Ну, конечно, не верили. Мои родители, мое окружение смеялись, не верили. Типа в «Эрфлейм» залезла и так далее. А когда ты работу себе найдешь, ты не будешь работать? Я говорю, нет, я не хочу работать. Дайте мне делать то, что я хочу. Дайте попробовать. Но мне, в принципе, никто не мешал. Вот. И у меня произошло, стало происходить, скажем так, мозговое созревание. Ну, тихо-тихо это стало происходить. Сначала у меня были большие возражения, что тут пирамида, что тут обманывают. А еще, когда пошел разговор насчет 150 бонус-баллов, вообще у меня там, типа, блин, меня используют на 150 бонус-баллов. Но, несмотря на это, я, как бы, стала делать то, что мне говорили. Первое, что я сделала, я стала обучаться. Я стала обучаться. И то, что кидала Таня в этот чат, я стала сохранять себе в чатик. И все стало вот как жадная на информацию. Стала все читать, смотреть. Включилась я быстро, потому что меня, извиняюсь за мой голос, меня, как бы, вдохновили вот эти возможности компании. И я стала жадной на возможности, скажем так. И я начала обучаться. Первым долгом обучаться. А второе, что сделала, перенесла свою семью на свой интернет-магазин. Ну, потому что три правила бизнеса, да, я вот их делала, несмотря на то, что у меня были какие-то возражения. Я сказала своей семье, что я строю бизнес в компании. И то, что нужно нам, нашей семье, мы будем брать у меня. Как бы. Я серьезно отнеслась к этому. То есть я сразу, да, серьезно отнеслась. Сказала, что вот у меня интернет-магазин, да, в пользу мне. Давайте брать у меня. У меня со скидкой и так далее. Вот первое, что я сделала. Да. Потом за три дня я вышла на 3%. Потом в следующем каталоге я вышла на 6%. В следующем я вышла на 9%. У меня это пошло подряд, да. Я не помню, какой это был каталог, 14 или 16, но это было подряд. Вот. И вот так, то есть начался мой путь. Я стала рекрутировать. То же самое, да, что мы делаем, я делала. А потом, я очень быстро говорю, я боюсь, что у меня не останется слов потом. Потом у меня произошел застой на 9%. Я, можно сказать, торчала на 9% где-то месяцев 5, а может и 6. Вот. Но, как бы, несмотря на это, я не останавливалась, потому что такие возможности, как можно остановиться. Я была жадная, скажем так, на возможности. Вот. И мотивировали меня мои спонсоры, конечно. Таня все время наставляла, но я никогда, насколько я помню, не писала Тане, что у меня там застой, что я не расту. Я как бы понимала, что это пройдет, да. Потому что я обучалась. Новички, если тут есть, что хочу сказать, нужно обучаться. Почему не ушла, Таня? Потому что я жадная. Как можно уйти? Тут такие возможности. Я просто поняла, что нужно переждать, да. Тут и если есть новички, у вас может быть такой момент, а может и у старичков он был. Момент застоя. Вы думаете, да, блин, почему я не расту, почему застой? Блин, все делаю, три правила делаю. В чем проблема? Вот я не понимала. Вроде бы я все делала, да. Вот. Тут либо, тут такой момент, либо вы сломаетесь и уйдете. Либо вы переждете этот момент и пойдете дальше. Тут вот так. Поэтому я переждала. Я смотрела вперед, я видела возможности. Я видела, знаете, как когда я начала, я сказала, что да, я как бы стану директором. Я себя видела в роли директора. Но приняла решение я три месяца назад. То есть, вот тут очень важно вот это понять. То, что когда вы приходите, если тут есть новички, про них, да. Да. Значит, что я хотела сказать. Где остановилась, я забыла. Ребят, помогите. Сос. Это ножки атакуют. Да. Вот вы приходите в бизнес, да. Вот вы видите себя в роли директора. Может, не видите. Может, вы просто поставили цель, что я вот буду директором, да. Вот. Подождите секунду, я делаю наушники. Вот. Вы ставите цель, но, возможно, вы, как бы, как вам сказать, в голове не приняли вот это решение, что вы будете директором. Да. Поэтому тут важно принять это решение. Просто, когда я начинала, я думала, да, я буду директором. И когда-то там я буду. То есть, я видела себя когда-то там, да. А вот три месяца назад я вот реально приняла решение, что я буду. Вот, смотрите, что я сделала. Первым делом я вам советую сказать это окружающим, да. Чем больше людей знают о том, что у вас есть цель, тем больше это на вас будет давить. И вы будете делать это. И несмотря на то, что у меня был застой, я не сидела, то есть, я никогда не ныла, то есть, ну, не жаловалась там, что у меня застой, я не расту. Не знаю, я как-то всегда мыслю позитивно, да, что, блин, будет все равно. Нет такого, что вы делаете, а результата нет. Вот. Я вот, значит, прилепила вот эту бумажку на свое зеркало. И вот каждый раз, когда заходили в мою комнату, и гости приходили, и родственники, и родители, да, смотрели и такие, ну, что ты не стала еще директором? Мой папа говорил, ты что еще не стала генеральным директором? Я говорю, там нет такой должности. Я говорю, стану, стану, вот я вот так говорила, что стану, еще немножко осталось, вот так. И, может быть, это тоже помогло. Вот. И сейчас, как видите, да. Поэтому ставьте цели, ставьте цели, и чем больше людей знают об этом, тем это больше будет на вас давить, и вы будете это делать. Вот. Итак, что я стала делать, когда был у меня застой? Я поняла, что я не веду обучение. Да, вроде бы я обучаю людей, да, команду там сопровождаю и так далее, но в общем смысле вот такие обучения я не вела. Во-первых, я стала уже на азербайджанском это делать. У меня немножко, ну, акцент, и ненормальный был у меня азербайджанский, не совсем я его знала. И не скажу, что я его супер выучила, но более-менее, да, никогда не думала, что я буду вести презентации на азербайджанском. Это вообще для меня было каким-то невероятным, да. Поэтому научилась, и Эсмира меня учила, спасибо Эсмире, она меня учила, ее мучила прям. В день столько человек выводила, она прям уже уставала. Но я уже научилась, говорю, давай уже я сама, да, уже все, у меня уже было стыдно, команда растет, и они тоже, им тоже нужно проводить скайп, а я-то не умею. Поэтому я научилась кое-как, конечно, было страшно, но научилась, вот, и научила свою команду. Да, девочки, и тут важно делегировать. Если вы не умеете делегировать, то ваша команда, она не знает, что делать, да, скажем так. Они все зависят от вас. Вот, поэтому здесь важно научиться делегировать. И научить этому свою команду. Мне помогали вебинары, вебинары Маши. Спасибо, Маше, за вебинары. Они прям вставляли мои мозги на место, скажем так. И училась делегировать. Была постоянно на связи, это тоже очень важно. Если спонсора нет на связи, то, во-первых, вас не будут воспринимать как лидера и как спонсора. И вы не поможете просто своей команде, они не будут знать, что делать, и просто уйдут. Поэтому я по максимуму пыталась быть на связи. Я вообще это все в свободное время, можно сказать, уделяю этому. Я потому что не то чтобы не должна, просто я люблю это дело, поэтому. Каждый день вела скайпы, по 6-10 скайпов я вела, девочки. Вот реально это было, знаете, как, это было тяжело, да. То есть я понимала, что зарабатывать большие деньги нелегко. Поэтому я как бы это приняла с самого начала, да. Вот. И звук нормальный? Да. Вела скайпы, девочки, можно сказать, каждый час. 10 минут пошла, поела и начала вести скайпы. И вот я вот Тане писала, когда я вышла на 12, кажется, да. И Тане меня стала поздравлять. Она говорит, вот у тебя будет так, вот ты вот сейчас в компьютере ведешь скайпы, поднимаешь голову, уже открываешь звание. Вот так и стало, да, как было. Вот реально было так. Я была в скайпах, а почему я смотрю, уже там 15-18, поэтому. А вот не жалела себя, я не жалею себя вообще, я трудоголик, наверное. Нашла активных бизнес-партнеров, я их нашла, я им уделила все свое время, я их обучила тому, что знаю, и зарядила их, конечно, нужно заряжать с партнеров, мотивировать, обучать и сделала их самостоятельными. То есть, знаете, как у меня был такой большой поток у нашей в общей команде, да, что я не успевала даже поесть, вот реально, даже поесть или сходить в туалет, не было времени. Но я понимала, что нужно переждать этот момент, да, потому что новичков много, их нужно обучить. И, знаете, получилось так, что в моей команде я стала учить тоже вот на азербайджанском это все делать, ханум мою, да, и бизнес-партнера. Вот, она как-то помогала. А так можно сказать, что все новички, я же вглубь строила, мы все строили вглубь, да, и вот эти все новички, можно сказать, были на мне. Но я понимала, что нужно как бы вот это переждать, серпеть как бы вот это, да, и чтобы вот вложить в них все, что знаю, чтобы они уже вкладывали в других, да. Поэтому в первое время было реально тяжело, не жалуюсь, но просто хочу сказать, что было реально тяжело. но как бы это того стоило, когда я уже их научила это делать. Они стали самостоятельными, и они стали так же, как и я, быстро учить своих партнеров проводить скайпы, регистрации. То есть вот тут реально бизнес дублицирования, то есть ваша команда будет брать с вас пример. Верю в себя и в свою команду, это очень важно. Я верю в каждого бизнес-партнера, который приходит. У меня есть в команде столько негативщиков, которые пришли, которые ушли и сказали, что у меня не получится, у вас тоже не получится ничего. Но как бы я смогла их вернуть в команду, смотивировала, и сейчас они уже почти на 18%. Молодцы. Вообще команда молодец у меня. Вот. И люблю свое дело. Таня не соврала. Люблю свое дело. Нужно любить свое дело, потому что если ты не любишь свое дело и делаешь это на три жизни, то как бы то и получишь. Вот, девочки. Кажется, я закончила. Вообще хочу сказать много, но... Может вопросы зададите как-то? Что-то посоветую. Спасибо. Как родители отрицировали. Вначале они не стали мне мешать, как бы просто наблюдали, да, в сторонке. Не стали мешать, но не верили. Не верили в то, что вот я там буду зарабатывать, открою звание. Просто, ну, не верили. Но когда это случилось, боже, это такое чувство. Когда твое окружение, твои знакомые, твои родители не верят в это, а ты им это доказываешь. Вот это, вот ради этого вот и стоит продолжать, да. Потому что это просто не описать это чувство. Когда твои родители такие офигевают, смотрят, блин, все реально. Поэтому, да, вначале, конечно, не понимали, но папа мне говорил, ты игрушки играешь в телефоне. Я говорю, хорошо, поживем, увидим. Как работала с возражениями? Отрабатывала возражения. Как бы... Хорошо, давай, Тань. Ты такая немногословная. Как отрабатывала возражения? Ну, я вот, ну, как что думаю, так и доносила. Просто суть бизнеса, да, людей. Ага. Алло, слышно меня? Слышно, слышно. Ага. Ну, все, замечательно. Ребят, да, Эльнара у нас, она такая стеснительная девочка. Я прям не могу тоже. Вставлю свои пять минуточек, да. И буду задавать Эльнаре наводящие вопросы, которые, наверное, у каждого из вас есть в голове, да. Эльнара волнуется, и это, конечно же, понятно, потому что такое звание, к которому Эльнара шла, да. Я как спонсор что хочу сказать. Когда Эльнара пришла, как один из спонсоров, так будем говорить правильно, да. Когда Эльнара пришла, я уже сто раз об этом рассказывала, но меня слышно? Да, да, слышно. А вдруг это там не слышно? Слышно, да? Замечательно. Когда Эльнара у нас пришла, вели. Я смотрю, появилась активная девочка. Она сразу задавала вопросы. Вот, знаете, что-то там вот это и это. И потом уже был вечер, помню, под вечер. И она пишет, что-то спросила, и пишет, вы не ругайтесь, я новенькая пришла. И мы все такие с умилением посмотрели, господи, что это за ребенок у нас. Мы такие, да нет, молодец, задавай вопросы. Вот, и Эльнара начала у нас звездить в хорошем смысле слова. Ерчить, звездить. Она показала себя со стороны очень трудолюбивой девочки, очень трудолюбивой. Вот, за что она бралась, знаете, она это делала, сказать упорно, это ничего не сказать. Дотошно, это опять ничего. Она это все делала скрупулезно, она разбиралась, доходила до сути. Она писала в личку, да, та-та-та-та, объяснила, поняла, да, ушла. Через день аналогичный вопрос, слова стоят поленько по-другому. Опять объяснили, Эльнара ушла. Через день опять что-то. Я говорю, Эльнар, ты что, я тебе сейчас уже такие вопросы задавать буду, уже стыдно. Думаю, ну все, наверное, не придет. Сейчас скажет, ага, там, нет, Эльнара опять идет. Поэтому это очень классная черта, то, что человек не забивает на какие-то моменты и, знаете, какая, ну не ответили, ну и не надо, сами виноваты, да, ну и не разберусь я. А человек, он мелкими такими шагами, но он шел в свою сторону, понимаете, туда, куда ему надо. Она разбиралась во всем. Что не понимала, она переспрашивала всегда. Когда у нас был период застоя, ребят, да, с Эльнарой, да, Эльнара у нас вышла на 12, и потом несколько каталогов она у нас была на 9%. Эльнара писала, в чем может быть причина, да. То есть мы разбирали все по полкам. Я говорила, тебе нужно делать это, то, 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 да. То есть и Эльнара все это начала делать. В дальнейшем они уже с Эсмирой, ребят, в действительности вели скайпы так, что только пар стоял. И такой пример они видели и от меня осенью, да, вот прошлой осенью, получается, когда команда Азербайджана зарождалась, как мы вели скайпы. Это был как наемный рабочий день с утра до ночи. Каждый час люди. Была табличка, куда кто успел, тот и записался. Не успел, значит, на следующий день, да, то есть расписывали вот так. Поэтому скайпы шли прям каждый час. И когда я увидела, что они точно так же дублицируют и говорят, а, некогда попить, некогда в туалет сходить, некогда покушать, я говорю, знаю, знаю. Это состояние называется мыльное опа. Поэтому они прям таким крутым виражом зашли в это состояние. И, как сказала Эльнара, подняли голову и пошли звание, 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 да. То есть это очень, очень большая работа была проделана. Конечно же, в первую очередь хочу сказать всей команде, которая идет за таким лидером, как Эльнара, да, девочка маленькая, хрупкая, 22 года. Это родители, которые сначала сказали, да, ну ладно, играйся, да, играйся, вот. И которая все-таки, знаете, не как вот какой-то там, нет, я вам там что-то докажу, а которая спокойно шла к цели, и она к ней пришла и показала своим родителям, что она смогла добиться целей. При этом Эльнара у нас кулинар. Зайдите к ней в Инстаграм. Да, кстати, вопрос задали. Ты не совмещала с наймом? Ну, я занималась выпечкой и до сих пор как бы занимаюсь. Зайдите к Эльнаре в Инстаграм и посмотрите, у нее в Инстаграме должны быть всякие печенюшки, тортики, это очень, очень, да. Она любит каких-то хомячков. Ну, вот Эльнара у нас ребенок, понимаете, просто ребенок. Но я всегда говорила, не смотрите, что эта маленькая такая хрупкая девочка, у нее такой стержень, мама не горюй называется. У нее есть этот стержень, у нее есть эта хватка. Да, я всегда говорю, самое главное, правильно делегируй. Эльнар, я тебе хочу задать такой вопрос, да. Когда ты не росла, у многих ребят есть такой период, когда они не растут. Помимо того, что ты понимала, какие здесь возможности, да, вот многие же понимают, какие возможности, но нет роста. Вроде делают, но нет роста, да. И вот уже вот этот переломный момент, вот, да, ты сама про него сказала, вот тут люди либо ломаются и уходят, либо они продолжают идти. Вот что тебя все-таки, кроме вот этой жадности, что тебя еще толкало идти вперед? Ты, я смотрела на тебя, во-первых, во-вторых, думала, чем я хуже других, да, и я понимала, что нет такого, то, что ты делаешь, и не получается. Возможно, это такой период, да. И то, что если происходят какие-то неудачи, то это только к лучшему, да, то есть, вот, что меня мотивировало еще, то, что я сказала своему окружению, как бы мои родители знали, что я, что я это делаю, да, я занимаюсь этим делом. Я просто не могла бы уйти, да, они бы посмотрели, сказали, что это, ты же поставила цель, что случилось. Это тоже, в принципе, потом, блин, ну, возможности мотивировали, в принципе. Возможности, вот, путешествовать дома, работать. Все-таки идеи бизнеса, да, идеи бизнеса, Ильнар. Идеи бизнеса, да. Ага, Ильнар, скажи, пожалуйста, вот многие ищут такой секретный ингредиент, да, они думают, что вот кому-то просто повезло, я не знаю, ты пошла, вдруг нечаянно попала, я не знаю, временную какую-то воронку, там тебя ветер с четырех сторон обдул, какую-то удачу задул, ты пришла и сделала директора, да, вот. Вот, скажи, пожалуйста, вот, чтобы сделать директора, да, нужно выполнять три правила, естественно, одно из правил, очень важных тоже правил, это рекрутинг. Каждый ли день ты рекрутировала, какими объемами ты работала, да, то есть это интересно всем, потому что кто-то думает, что нужно разместить 4-5 объявлений, потом ждать тысячу отклик, и у него построится бриллиантовая команда, а кто-то какие-то другие действия делает. Вот, скажи, пожалуйста, как ты подходила к рекрутингу, и как ты обучаешь партнеров? Я вначале рекрутировала в Фейсбуке, да, я рекрутировала там, в Инстаграме я вообще не тютю, да, то есть я в Инстаграме вообще не лезла, рекрутировала там. Если у меня был маленький поток, то я рекрутировала больше, 300-400, может, больше объявлений, да, вот у вас в России сколько миллионов примерно? 120? 170, по-моему. 170, вот у нас всего лишь почти 10, ну 9 миллионов, вот так. Вот, учитывая вот это количество, можно где-то делать у нас 200-300 объявлений, вот это достаточно, а для вас, конечно, больше, тысячи и больше тысячи. Я просто про нас говорю. Вот, я стала рекрутировать в Фейсбуке, а потом смотрю, как-то уменьшился поток, я стала менять объявления, и я поняла, что нужно менять как бы и соцсетей, нужно во всех соцсетях быть, и в ВКонтакте я зарегалась, и, в принципе, я там была, в Инстаграм я начала искать методы рекрутинга и так далее, и стала рекрутировать и в Инстаграм, и я как бы освоила Инстаграм и научила этому своих людей. И вот тогда пошел рост, можно сказать, когда я сама научилась и научила своих людей. А когда я рекрутировала только в Фейсбуке, как бы и моя команда тоже рекрутировала в Фейсбуке, потому что я, то что делаю я, то отделают они. Поэтому вот с первых дней я поняла, что нужно делать три правила. Это делать свой личный товарооборот, рекрутировать и обучаться. Несмотря на то, что у меня не было роста, я рекрутировала. Я не сидела сложа руки там, что вот, нет никого и так далее. Нет, если мне кто-то не писал, я... Знаете, если вы сидите и думаете, что вот мне никто не пишет, у меня нет регистрации, так и будет. Поверьте, я это прошла. Если вы меняете мысли на позитивную ноту, то вам будут писать, регистрации будут. Это на самом деле так. Поэтому не нужно фокусироваться на негативе, да. Если что-то не получается, найдите способ делать так, чтобы получилось. Я же нашла, например, метод какой-то рекрутинга в Инстаграм. То есть я же освоила Инстаграм, я же не сидела сложа руки. Вот. И я делала, конечно, 150 бонус-баллов. С первых дней 150, потому что я пришла зарабатывать деньги как бы. И я хотела, чтобы мои партнеры, да, брали приемы. Говори, говори, не, не, ага, говори, говори. Ильнар, а расскажи, пожалуйста, как ты организовала свои 150 бонус-баллов? Потому что сейчас, наверное, есть партнеры, новички у нас тоже, да, которые не знают, как можно организовать. Как вот ты организовала, с какой серьезностью ты к этому подошла? Я, вот как я и сказала, когда я начала, были возражения, да, то, что вот 150 бонус-баллов и так далее, но я понимала, что так, мне нужно просто, я же не тупая, меня кто-то не может кто-то обмануть, да, я же буду разбираться в этом, я пойму, если кто-то что-то обманывает. Ну, в общем-то, такие мысли были. Но, несмотря на это, я делала 150, я первым долгом перенесла свою семью. Это самое простое, что можно сделать, это перенести себя и свою семью на свой интернет-магазин. Во-первых, я изучила продукт, что это за wellness, что за витамины, как, что, да, я это изучила, и я очень серьезно к этому подошла. Я сказала своей семье, что я строю бизнес с компанией Арифлейм, и у меня интернет-магазин в пользу. Я не сказала, что я работаю на Арифлейм, там нужно делать заказы, нет. То есть я сказала вот так, как говорила Таня, то есть как говорил мой спонсор, так я и делала. И я действительно серьезно к этому подошла. Я организовала и организовываю свой личный товарооборот со своей семьей, да, это витамины, нас уже четверо, сестра вышла замуж, нас четверо, это витамины мы пьем, омега-3, там витамины для женщин, для мужчин, и то, что мы постоянно пользуем шампунь, зубные пасты, и вот это все. То есть вот так, то есть со своей семьей. Это самое простое, что можно сделать. Ильнарочка перебью, да, сейчас. Вот, ребят, смотрите опять. Мы всегда советуем, да, придерживаться тех же моментов, что делают успешные люди, люди, которые чего-то добились. То есть в нашем случае спонсор советует своим партнерам делать те же действия, которые его приведут к результату. Вот опять Ильнарин привет, говорю, пример, да. Она последовала тому, как мы ей объяснили, что делать. То есть серьезно поговорить с семьей, понять, что за продукт. Ильнара уже не как попрошайка пошла, там, ой, давайте возьмем что-нибудь. А Ильнара, видите, как она преподала этой семье, то, что, дорогая семья, у нас теперь свой магазин, у меня свой бизнес, я не какой-то наемный сотрудник, я развиваю бизнес. Пусть родители улыбнулись, но родители увидели, насколько серьезно Ильнара к этому отнеслась, понимаете. И вот так Ильнара с первого каталога начала организовывать 150 бонус-баллов. То есть это в действительности самое легкое. Ильнар, скажи, пожалуйста, следующий вопрос. А как ты сама вот думаешь, каждый день нужно рекрутировать, или можно тебе уже там как лидеру раз в неделю рекрутировать? Нет, конечно. Нет, конечно. Первым долгом нужно понимать, что ты должна быть. И мне, кстати, из моих партнеров девочки задали такой вопрос. Все, ты уже вышла на доходы, ты не будешь как бы работать? Я такая, что? Вы все думаете, что моя цель – это уровень директора? Нет, конечно. Я буду, конечно, и каждый день я рекрутирую, каждый день я делаю то, что я и делала. Какая разница, я там бриллиант или сапфир. У меня больше, да, как бы цели намного выше. Поэтому, соответственно, и нужно быть примером в команде. Нет, если я буду сидеть, и люди на меня посмотрят, скажут, сожралась, да, скажем так. Но я как бы, нет, буду делать, конечно. Инар, скажи, пожалуйста, сколько ты уже в бизнесе? А вот, да, кстати, вопрос задали. Девять месяцев. Как ребенка. Девять месяцев, да. Да, ребят, девять месяцев. Девять месяцев, но, знаете, вот опять-таки, да, приняла решение три месяца назад. А когда я только начинала, я думала, ну, когда-то там я буду директором, когда-то. И шла по своей тропинке. А потом, когда я поняла, что нет, что-то тут не так. И, возможно, это тоже было причиной моего застоя, то, что я не поставила цель, да, что вот я к этому. Я, знаете, как будто боялась ставить цель. Думала, а вдруг не получится. А вдруг я не дойду до этого периода. Ну, да, именно вот, например, до сентября или до октября. Так что будьте смелее, девочки и мальчики. А сейчас Ильнара психанула и практически делает золото с 18%. Да, будем. Ильнар, следующий вопрос. Вот всех здесь находящихся очень интересует такой вопрос. Расскажи, пожалуйста, на 9% получается была Ильнара, да, и она приняла решение и начала расти. Правильно же, Ильнар? Да-да-да, на 9% была. Да, на 9%, ребят. Ильнара была на 12%, потом был маленький спад, она вернулась на 9%, потом на 9% вот был застой. Три месяца назад Ильнара приняла решение. И вот сейчас она, у нее товарооборот по команде более 12 тысяч бонус-баллов. По тысяче бонус-баллов практически за каждый вечер. Вот такой лидер с такой мощной командой, да, потому что без команды ни один лидер не будет лидером, да, все, все команда. Вот, Сибирь говорит, смотри, Ильнар, такой вопрос, пришел к тебе новый бизнес-партнер, вот всех, наверное, это интересует. Расскажи, пожалуйста, о последовательности, как ты запускаешь людей, почему у тебя люди делают 150 бонус-баллов, как это все происходит, расскажи, пожалуйста. Ага, значит, приходит партнер, да, провожу собеседование, регистрирую, после регистрации отправляю два видеоролика. У нас нет, как бы, у нас на Азербайджанском, у нас в Кибирском, как бы, нет на Азербайджанском. Отправляю видео из Миры и еще одно видео на счет возможностей на турецком. Отправляю, они смотрят. Кстати, да, я сначала провожу собеседование, потом, когда бывают вопросы, я отвечаю на них, потом отправляю вот эти два видео, а затем я делаю регистрацию. Потом я регистрирую и провожу в Скайпе. С каждым индивидуально. Не получается заносить всех, да, в Скайп. Это нет, нужно с каждым индивидуально провожу в Скайп. Там я объясняю все вот это, вот презентацию бизнеса рассказываю. После этого я отправляю видеоматериалы насчет рекрутинга, отправляю объявления, говорю, чтобы скачали Телеграм, добавляю в чаты, вот, и сопровождаю, как бы, человека, но интересуюсь, да, 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 да. Как идут дела, вот спрашиваю, вот так вот сопровождаюсь. Если нужна какая-то помощь, объясняю, вот. Ну, то есть, если партнер серьезно относится к бизнесу, он включается, он делает личный товарооборот, он начинает рекрутировать и обучаться, правильно? Да, да, да. Я говорю, что на Скайпе, да, я говорю, что для того, чтобы зарабатывать деньги, нужно сделать 150. И почему делают люди 150? Потому что я делаю 150, и я делала 150 постоянно. Как бы люди берут пример. Выгоду, да. Да, да, да. И выгоду, конечно, да. Начинать, говорю, начинайте хотя бы со 100 бонусбалов, да, начинайте со 100 бонусбалов, потом уже научитесь 150. Вот так я говорю в Скайпе. То есть, ребят, как видите, система у нас аналогичная, да, система у нас аналогичная, ничего сверхъестественного нету, все то же самое. То есть после полной презентации в Скайпе, которую Ильнара проводит с каждым человеком отдельно, слышали, да, в день до 10 презентаций, иногда бывает больше, а вот такой поток, вот такая включаемость. То есть, если у вас 2 презентации в день, то, естественно, ну, такого роста не нужно ожидать. То есть, видите, объемы, да, и поскольку людей, вот это вот какой поток идет. Да. Было ли тебе вообще страшно, когда ты выходила на директора? Нет. Это было, я сидела как дух, да, сидела, и, а потом, когда вышла, осознала, сидела одна в комнате, вот, а потом поняла, поняла, рассказала родителям. Вот, то есть, знаете, как будто я была готова, я уже 3 месяца назад уже была директором как будто, когда приняла решение, уже в голове я была директором. Вот, скажем так. Ну, конечно, я очень рада была. Ага, Ильнара, сейчас вот ты уже заключила официальный договор с компанией, ты открыла индивидуальное предпринимательство, это у нас теперь бизнес-леди. Как сейчас уже родители на тебя смотрят, скажи? Если вот раньше ты сказала, что ты директором стала, а теперь же это все официально. Да, 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 теперь мой папа всем рассказывает, он меня прям хвалит, вообще меня не трогает. Когда смотришь, что я в телефоне, он обычно нервничал, говорил, что ты игрушки там играешь, а сейчас он мне ничего не говорит, так что, я не понимаю, уже серьезно, да, относится, более серьезно относится. Я сама как лампу и леча сижу, как будто я открыла директора. Очень гордостно. Ребят, пишите вопросы, давайте, я тоже буду формулировать их, потому что в голове, конечно, шсумбур. У кого какие вопросы, пишите, 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 пишите. Какие возражения чаще всего бывают у тебя, Эльнар? Собеседование? А, и вообще, да, сопровождение? Ну вот насчет личного товарооборота. У меня нет денег это делать. У меня окружение маленькое. Как ты объясняешь, что если нет денег? Я объясняю так же, в принципе, как и ты объясняла, да, что ты голову не моешь, руки и ноги не моешь. Вот. Говорю, первым долгом нужно начать с себя, да, нужно начать с себя, со своего окружения. И нужно серьезно к этому отнестись. Если ты подходишь и говоришь, что, пожалуйста, купите что-то, никто не купит, в вашу сторону плюнуты уйдут. Но если ты сама серьезно к этому относишься, то и твое окружение серьезно отнесется. У меня есть в команде, да, да, есть в команде девочки, которые мне говорили, что не смогу даже 50 сделать, но после того, как они побыли со мной, то я уже все, то есть они уже стали, и даже 150 и больше делают. Так что все возможно, нужно только захотеть. Эльнар, скажи, пожалуйста, по знаку зодиака ты кто? Я скорпион. А, скорпион у нас, Эльнара, скорпион. Эльнар, скажи, пожалуйста, какое у тебя расписание дня? Как ты строишь свой день, как ты его планируешь? Я поняла, что мне уже надо вставать пораньше, как бы, но я, в принципе, когда вела скайпы, я вставала в 8 утра. То есть я такой человек, что я люблю поспать, но из-за того, что я была ответственна за то, что и мои партнеры, то есть я должна была вести скайп и так далее, я вставала в 8 утра. А сейчас я буду вставать уже раньше, потому что много дел уже стало немножко. Ну, встаю где-то в 9-10. В последнее время я еду в офисы, чтобы открывать пункты обслуживания. У нас потому что немножко проблемы. Да-да-да, у нас, да, СПО иду открывать. Вот, после этого я, то есть расписываю свой день, да, что я буду делать. У меня блокнот, потому что у меня в голове уже все, я могу забыть, да, что-то. Я записываю блокнот, поскольку у меня скайп, когда, вот, в основном вот так, то есть рекрутинг, скайп, вот, ответила я на вопрос, нет? Ну, то есть планируешь, заранее планируешь? Да, я планирую, да, за день до планирую, да. Вот, ребят, опять, да, пример, что делают успешные люди. Они встают раньше, и они заранее все планируют. Потому что если вы планируете заранее, то как минимум следующий день, когда начинается, вы экономите от 10 до 20 минут, иногда и до получаса. Поэтому всегда планируйте и распределяйте свой день. В Инстаграме как работаете, какие фишки, вот вопрос. В Инстаграме я, девочки, как делаю, да, у меня там 6 профилей, и я на азербайджанском это делаю все, то есть у меня все на азербайджанском, на азербайджанский перешло, потому что и команда тоже на азербайджанском должна их обучать. Я, значит, пишу, ну, свое имя, да, Ильнара, работа, например, что-то такое, да, и свою фотку профиля обязательно ставлю. Профили должны быть правильно оформлены. Если они пустые, то никто вам писать не будет, да, в принципе. Поэтому рекрутирую я, могу писать под комментами, да, не везде, конечно, но там, где много девушек, пишу там. Потом лайки, лайки, в принципе, не ставим, потому что все профили закрыты у наших азербайджанок, они такие немного скромные, у них все закрыты. Подписки делаю и выставляю. Вот Маша тоже говорила насчет этого. Каждый день ставлю фотку с объявлением работы, да, на свой профиль. И хэштеги использую. Ну, все то же самое, что и мы, ребят. Все те же самые методы, просто интенсивность, да, интенсивность и настрой правильный. Ильнарочка у нас в Москву не едет. Возможно, на следующий год Ильнара приедет к нам в Москву, да, Ильнар? Да, возможно. Почему нет? Да, поэтому будем очень Ильнарочку ждать. Так, Ильнар, Лала спрашивает, да, что делать, если люди не понимают суть бизнеса, не хотят делать ЛТО, если сперва регистрируешь их, а потом они через день отказываются? Сейчас люди не понимают суть бизнеса, не хотят делать ЛТО. Нужно объяснить им. Понимаешь, Лала, у тебя в голове самой должен быть порядок, не должно быть негатива. Понимаешь? Если у тебя негатив в голове, и ты расстраиваешься от того, что люди тебе... Будь здорова. И ты расстраиваешься от того, что люди тебе отказывают, то это влияет на всю твою работу, на всё. То, что ты думаешь, это всё влияет. И если сперва регистрируешь, а потом через день они отказываются. Я как зарегистрировал человека, я не тянул с этим. Я пытаюсь как бы сразу его в скайп, чтобы дать информацию про возможности. Вот. У меня, в принципе, в последнее время такого не бывает. Если не понимает суть бизнеса, значит, может, не твои люди просто. Много причин может быть. Что там ещё? За три вопроса. Сколько... А, ага, давай, давай. Рекрутируешь весь день или в определённые часы? Нет, рекрутирую. Как найду время, я рекрутирую. То есть постоянно рекрутирую? Да. Рекрутинг всегда. Скажи, пожалуйста, Ильна Арочка, от твоей организации сколько человек проходит квалификацию на Анталию? У меня немного проходит, потому что, наверное, вы знаете, в Азербайджане так, что девушек не пускают. Я сама не знаю, я полечу или нет, но я это буду делать. Во-первых, для команды. И, во-вторых, может, возьму кого-то с собой. Делай, делай. Мама возьми с собой. Купишь билет маме. Да, так и планирую. Поэтому у нас не очень много. Ну, примерно, наверное, 6-7 человек. Замечательно. Да, ребят, хочу опять-таки от себя добавить. В Азербайджане, да, то есть вот даже взять Ильнару, да, в семье есть порядки, да. То есть девушка до замужества нельзя, да, там ездить куда-то одной, еще что-то, да. Потому что, ну, нельзя, вот, порядок такой. Поэтому либо Ильнар у нас выйдет замуж, либо Ильнар будет съездить с родителями, вот. И так, и так, все равно будет хорошо. Мы будем рады видеть и с семьей, и с другой семьей, да, всегда будем рады видеть. Ильнар, вот еще, знаешь, я всегда привожу пример, знаешь, какой момент России. В России у нас практически, вот ты сидишь дома, выходишь в соседнюю улицу, на тебе СПО, да. Там либо минут 5 ехать, ну, либо минут 10. Ну, крайние случаи бывают, там, 100 километров, 200, да, ну, съездить, ну, ради бизнеса можно, да. Вот, у вас с этим другие дела. Вот расскажи, пожалуйста, вот с чем вы столкнулись и как вы это преодолеваете? Когда мы только начинали, мы, как бы, были не в курсе, Тань, помнишь, мы были не в курсе, что СПО, как бы, не дают заказы. Мы даже пошли в офис, стали там что-то доказывать, но безрезультатно, потому что раньше СПОшникам давали бонусы, сейчас их убрали, потому что они неправильно работали. Вот, и когда мы узнали, что, как бы, вот так, то есть нельзя просто взять и оформить в СПО, нужно или позвонить, попросить, поумолять, либо как-то по-другому, да, то, конечно, мы стали возмущаться, что как, а как нам расти тогда, если в районах, представляете, в районах нет СПО, вот как туда доставить товар? У нас есть девочки в районах, да, у которых не было СПО, вернее, были СПО, но не давали заказ, мы отправляли такси, мы вот с Ханом ездили, отправляли такси, вот два-три каталога вот так сделали, а потом подняли ее на 9 и открыли там уже ЕСПО, то есть вот так. Мы сейчас свои ЕСПО открываем, и мы не будем вести такую политику, как они, то есть мы будем выдавать товар даже людям не из нашей структуры. Правильно, правильно, правильно. Вы должны быть примером, как я вам всегда говорила, вы станете, вы уже лидеры номер один в Азербайджане, и вы будете примером для всего Азербайджана, вы все правильно делаете. Показывайте пример, потому что Арифлейм – это единство, силы и дух, и вы должны это показывать, олицетворять, и в действительности это благородный бизнес, вы благородно его ведете, девочки. То есть, ребята, понимаете, да, СПО нету, проблемы, ну, то есть есть, но если они из чужой организации, им просто не выдавали, да, и девочки находили возможности, да, чтобы как-то переслать, да, сейчас, конечно, руководство Азербайджана тоже пересматривает это все, и дай бог в скором времени уже все это решится, да, и будет по-другому. Вот, потому что, ну, все так быстро, конечно же, не может решиться по щелчку, да, на это, на все нужно время, да, на любое нововведение, на любое изменение. Поэтому девочки не стали отчаиваться, они просто начали сами открывать СПО. Вот, ребят, какие еще вопросы? Да, руководство очень болеет за них, ценит их и видит, какая это сильная команда. Ребят, какие еще вопросы? Давайте пишите. А, давай, смотри, Ильнар, Люба пишет, как повысить уверенность? Уверенность в чем? В себе, да? В себе, да. Ой, я до сих пор этим занимаюсь. Вот, смотрите, ребят, маленечко, смотрите, вот, если вы хотите повысить уверенность себе в бизнесе, то, наверное, от себя я совет дам, разберите все возражения в этом бизнесе. Как только вы ответите на все возражения в этом бизнесе, вы будете в нем уверены. Да, 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 кстати, да, вот это хотел сказать. Если у вас есть возражения в голове, если вы сами там сомневаетесь в чем-то, то вы вот так же будете доносить вот до своих людей это все. Не уверенно будете проводить собеседование, не уверенно будете проводить скайп, если вы сами не разобрались пока в этом. Поэтому в голове порядок должен быть. Да, и вот как, чем больше вы это делаете, тем больше вы становитесь уверенность, тем более вы становитесь уверенными в том, чем вы занимаетесь. И эту уверенность всегда чувствуют ваши партнеры, понимаете, ребят? Да, да, да. Вот, Ильнар, но я знаю, у тебя есть еще такие внутренние, такие боюсички, да? Ты же тоже с ними как-то собираешься работать? Да, я собираюсь, вот завтра я собираюсь с этим работать. Это мой самый ужасный страх выступать перед людьми. Вот, но придется что делать. Нужно, нужно. Тебе скоро выступать перед миллионными аудиториями. Какое время планируешь выйти на бриллианта? Это, знаете, если честно, я не решила, но я к октябрю буду делать золото. Будем делать с командой золото в октябре. Потому что в следующем каталоге вы сделаете золото. Вы что? Мою седую голову. В октябрю. В следующем каталоге золото не меньше, может даже в этом. Когда будешь новые цели себе прописывать, Ильна? Я уже прописала, Тань. Оно у меня уже опять там же, где было, вот другое, да? Вот добьюсь этого, поставлю новую цель. Заяви нам. Октябрь, золото. То есть сейчас у тебя цель на золото, да? Потом уже будешь прописывать другую. Хорошо. Похоже, у меня я планирую уже ближе к конференции с Афира. А дальше пока еще не поставила цель. Ребят, какие еще вопросы? Задавайте. То есть, как видите, система та же, рекрутинг тот же, да? То есть нету чего-то сверхъестественного. Да, все наши методы, потому что, как я вам и говорю, все, что у вас, то и у них. Да, то есть все одинаково. Тут еще какой-то вопрос. Таня, извини, что перебила. Нет, 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 давай. Русских сложнее приглашать? Это вопрос. Типа, у нас легче приглашать. Вы знаете, что у нас произошло? У нас в Азербайджане сетевой маркетинг, он вообще не развит. Сетевой маркетинг, он на нуле, да, у нас, скажем так, сетевой бизнес. И вот мы стали, вот можно сказать, что мы стали это делать в Азербайджане, да? И онлайн работаем только мы. И как мы стали это делать? Про нас написали статью. Что типа появилось много таких объявлений. Что они, то есть, не понимают, что такое сетевой бизнес. И они понимают, что это компания Арифлейн. Но они не понимают, что есть компания, сетевой бизнес. И эту статью написал известный сайт, но потом удалил. То есть, вот у нас вот так реагируют, да? То, что, блин, что сетевой, это же лохотрон и так далее. Поэтому, поверьте, что они... Все как у нас. Да, все как у вас. Много у тебя косметики? У меня? А это типа много косметики у вас? Склады дома есть? У меня косметичка есть большая. Ну, как можно без косметики, тем более в такой компании. Ну, тут, наверное, вопрос стоит. Может, Арифлейн имеется в виду? Затаривание, возможно. Много косметики у вас. То есть, есть ли затаривание или что ты как-то закупаешься? Нет, нет, нет. Конечно, нет. Что за глупости? Нет. То есть, правильно организовать нужно? Правильно? Да, да, да. Ни один бизнесмен, как говорила Таня, все себе не скупает. Он это грамотно организует. Да, у меня нет такого, что дома лежат склады продукции. Зачем мне это будет? Вот прям, ребят, знаете, бальзам такой на душу. Все слово в слово, что я говорила. То есть, вот человек просто это все впитывал. И очень приятно, что человек понял самую истину. Да, как я тоже говорила, нельзя скупаться, нужно организовывать. И вот человек организует. С теплого приходят люди. С теплого люди просят деньги уже. Теплого люди пока что. В принципе, да, писали мне девочки. Мои знакомые писали. Что пишут, Эльна? Пишут мне, что, типа, ну, ты уже до директора дошла, кого-то поздравляю. А как, что ты делаешь? У меня есть знакомая, которая работала очень долго. Да, в Арифлейм. Ну, просто продажа и так далее. Вот. И вот я ей рассказала все. Как что? Вот так. Ребят, какие еще вопросы давайте пишите. Придут. Да, я знаю, придут, конечно. Обязательно. Обязательно придут. Сейчас, как Эльнара машину получит, Вольво, на бриллианте. Да, сразу пол Азербайджана, наверное, сразу придут. Эльнара, за год у нас всю карьерную лестницу пройдет, не сомневаюсь. То есть личный пример, да, Эльнара, нужно показывать всегда для команды. Да, обязательно. Нужно начинать с себя, и не нужно ждать кого-то там, что там люди активируются, там люди что-то будут, команда что-то начнет делать, и я начну. Нет, этот бизнес начинается с вас. Если вы сидите и ждете там чего-то, то ничего не будет. Люди будут брать пример с вас. Если на вас сейчас не пришли ваши партнеры, то они придут. Нужно просто этот момент переждать. Эльнара, скажи, пожалуйста, ты читаешь что-нибудь, или бредня это все время тратить? Нет, конечно. Это нужно делать, это нужно читать. Я слушаю аудиокниги в основном, потому что пока что график вот такой. Я знаю, что это неоправдание, но я скоро начну читать, я скоро начну покупать себе книги. Но все-таки все равно, да? Да, в электронном нет, но, конечно, читать это очень важно. Советую новичкам прочитать книгу возражений. Это ваша броня. Если вы не знаете, как отвечать на возражения, то вы на собеседовании не сможете это, да, как бы отработать возражения. Бухтиярова обязательно. Вот. Бедный папа, богатый папа. Ну вот список, который кидаем в чат, вот этот нужно читать в чат. Ребят, слышали? Читать нужно, а не перекидывать из чата в чат. Нужно читать. Давайте еще, ребят, вопросы. Давайте вопрос. Которые вас вопросы интересуют? Верно. Бизнес начинается с себя. Это всегда так. Так, что делать, если родным и близким неинтересны витамины и в своем пользовании уже, в принципе, все есть? Как тогда организовывать свой ЛТО? В смысле все есть. Ну смотри, вот такой пример. Родителям и близким не нужны витамины, ничего не надо, шампуни, коробки, мыло, коробки, зубных паст, коробки. Все есть на 10 лет вперед. Как организовать ЛТО тогда? Как организовать? Поднять попоньку. Вот так организовать. Вот. Золотые слова, ребят. Если вы понимаете, зачем вам это надо, вы найдете способ это сделать. Да, и организуете, понимаете? Это отговорки. Вот я всегда говорю, это отговорки нужно просто брать и делать. Знакомых звала Эльнар? Знакомых, да. Я звала знакомых. Они мне, ой, я не верю. Вроде бы, да, идеи какие-то были, предлагали. А потом, типа, ой, как-то, знаете, сдувались как будто. И я думаю, а что, что, почему не продолжаешь? Сдувались, потому что, не знаю, не верили. Я говорю, во что не веришь? В себя или в бизнес? В бизнес, типа, не верят. А вот сейчас я... Миллиона сразу не получили, да? Да, да, да. Вот так. Кого я еще? Ну, так. Знакомых звала. Пока что из знакомых нет никого в бизнесе. Только холодный рынок. Давайте, ребята, еще вопросы. Что вас интересует? Эльнар, как семья? Вот вы начали принимать Wellness. Какие результаты видит твоя семья уже? Да, очень хорошие. Знаете, у нас вот в августе была свадьба у сестры. А у нас так, что, блин, весь... Вся родня приезжает, да, скажем так. И, конечно, в ванной была продукция, да, наша. Шампунь и бальзамы. И все остались довольны. Ой, что за... Какой хороший шампунь. Это что за шампунь? Это что за... Моя сестра вообще. Это какая-то клевая косметика. То есть, реально качественный продукт. И мои знакомые вот это как бы видели, да. Вот. И хороший товарооборот организовала я. Таким путем, вот. А про Wellness? Да, да, так и Wellness. Wellness я стала принимать с первых... Ну, с первых дней, да, как я пришла, Таня мне сказала, вот принимай вот Wellness, да. Вот с этим будет легко организовать свой личный товарооборот. И баллов больше, да, и полезно. И я стала принимать, моя мама, сестра, вот, просто Wellness пэк. У мамы выросло, вот, выросли волосы. Это явно было видно. У сестры тоже челка выросла. То есть, реально они увидели эффект и очень удивились. Угу. Ну, хорошо удивились, правильно? Да, конечно. Угу. Вот, что-то я еще хотела сказать. Такое. А, вот, когда у меня был застой, я думала, в чем тут, как бы, в чем секрет, да? В чем секрет роста там и так далее. Я думаю, что, знаете, как тут, если ты делаешь, то результат будет. Опять-таки, нет такого, что ты делаешь, 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 а результата нет. Он будет, да, рано или поздно. Просто нужно пахать, вот и все, скажем так. В этом и весь секрет. Угу. Как начинается твой день, с чего? Мой день... Ой, стоп-клескок. Сейчас. Как начинается с мой день, я начинаю... Иногда со скайпов начинаю. Угу. Вот, стою и там поела, пошла вести скайп. Вот. Последние месяцы, ну, я в свой день начинала в скайп. Вот, я вставала и в скайпе я была целый день. Вот. А сейчас, ну, да, то же самое в скайпе. Сейчас начинаю свой день, провожу в скайп, в собеседование. Занимаюсь командой. Я очень много времени уделяю своим бизнес-партнерам. Я все время в чате, я все время им помогу, объясню. Если есть какие-то вопросы, я вот так вот пытаюсь им помогать, главным вот этим бизнес-партнерам, да, основным, чтобы они помогали другим. Вот в основном у меня время тоже уходит на это. Вот, то есть, ребята, опять, да, яркий пример. Если вы воспринимаете Арифлейм, ну, я пять часов поработала, все, теперь у меня там суп, у меня плита, у меня носки, у меня там то, все, 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 то роста не будет. Если вы Арифлейм пустите в свою жизнь на полных правах, да, будете относиться к Арифлейму серьезно, к партнерам серьезно, да, вы будете понимать, что вы должны быть на связи, поскольку у партнеров может возникнуть вопрос или еще что-то, а вас нету, да, то, естественно, и люди будут видеть вас в поддержку, и ваша команда будет расти, да, то есть мы всегда говорим, нужно быть всегда на связи, одним глазом, одним глазом быть в чатах, одним глазом следить, да, за всем. Да, нельзя просто вот зарегистрировала человека, там, вот, посмотри вот это, вот тебе вот объявление, иди рекрутируй, и все, да, нельзя вот просто бросать людей, если вы уж начали, то вы должны, вы ответственны за своих людей, вот у меня было такое, я вот и сейчас до сих пор, да, я ответственна за своих партнеров, раз уж я их пригласила в бизнес, я должна им помогать, нельзя вот бросить просто и уйти, да, как бы, не помогать. Поэтому, и, конечно, в команде у нас уважение друг к другу обязательно, никакого негатива в чатах нет и не должно быть, в голове тоже негатива нет, я всегда борюсь с этим, да, своим, тоже те, кто негативит, объясняю. Вот, и помощь друг другу, вот. Ой, извините. Будь здорово. Спасибо. Эльнар, как совмещаешь семью и бизнес? Как совмещаю? Не знаю, как ответить. Ну, то есть бизнес вошел в твою жизнь, и ты не разбираешься? Бизнес – это моя семья, бизнес, моя семья, неотъемлемая часть, да, меня, скажем так. Так, я могу там пылесосить, например, и слушать веб, вебинар, могу что-то, провожу собеседование, хожу по дому, пылью вытираю, да, то есть вот так. Не отделяю я, как бы, я не ставлю, никогда не ставила бизнес на второй план. Если вы ставите бизнес на второй план, то, ну, тут уже результаты небыстрые будут. Бизнес должен быть наравне с семьей, да, скажем так. Все, ребят, нет вопросов. Подожди, бежать она. Ребят, есть вопросы? Надеюсь, не против, что провели в таком формате. Только по времени принимает скайп. А, вот вопрос. Скайп у меня занимает 30-40 минут на азербайджанском. На русском дольше, потому что словарного запаса больше. Иногда у меня вот было такое, что я вот вела, извиняюсь, вела все, то есть на азербайджанском. И когда были русскоязычные, им проводила скайп, я забывала слова на русском. Так было стыдно из-за того, что все на азербайджанском. Ребят, вот опять повторюсь, да, Ильнара за месяц выучила азербайджанский язык, потому что понимала, ей это нужно для бизнеса. У нас вчистую люди понимают, что им для бизнеса нужно столько-то страниц, там, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, там, в других социальных сетях, и они на этом ставят барьер. Барьер. Нет, у меня нет, все, у меня бизнес не выйдет. А Ильнара просто пошла и выучила за месяц азербайджанский язык, чтобы работать не только с русскоязычными партнерами в Азербайджане, но и с теми людьми, которые русский язык не знают, только на азербайджанском говорят. Понимаете? Тем самым, что Ильнара сделала? Она расширила аудиторию, да, то есть она расширила круг, чтобы найти больше партнеров. Ваша задача, если перевести аналог на нас, да, ваша задача просто создавать больше площадок, понимаете? Негатив, даже если он был, то я его никогда не распыляла ни на кого, ни в чатах, нигде, никогда не распыляла негатив. Если он у меня был в голове, то я работала с ним, с этим негативом, я его отрабатывала, как бы, обрабатывала, вернее, и все, как бы, гоняла мысли, которые негативные были. Я, если честно, я никогда не видела, чтобы Ильнара, у нее был негатив, честно говорю, никогда. Я видела, когда у Ильнары был вот этот период застой, у нее было такое, как-то, как будто она в прострации, она вроде все понимает, но вроде вот как запуталась, вот знаете, как будто находишься в пространстве, а в пространстве, ну, все белое, и не видно, куда идти, вот так вот, да, и у нее было видно то, что она вот как в прострации находится, и вот она тычется вот в этот свой путь. Вот, и вот она приняла решение, видите, и три каталога, и все. То есть вот она и стояла, видно, в это время, как раз перед принятием этого решения. О чем рассказываешь в Скайпе? Да, я с Азербайджана. Я просто, почему у меня такой слабый азербайджанский, потому что по нации я лезгинка, наверное, может, слышали. Вот. О чем рассказываешь в Скайпе? Презентацию рассказываю в Скайпе. Надя, в Скайпе все рассказывают полную презентацию, это что? Полную презентацию, Таня, ну, все так же, как учила. В Скайпе полная презентация. Если вы хотите добиться здесь успеха, вы должны знать полную презентацию. Как только вы начинаете рассказывать полную презентацию, бизнес в ваших руках. Поэтому, Надюш, полную презентацию надо будет. Ты обязательно выучишь. Если ты недавно с нами, то постепенно обязательно выучишь. Вот, но я думаю, что ты недавно с нами. Вот. Что тебе рассказывали в Скайпе, вот это и есть полная презентация. Да, с каждым одно и то же. В этом и заключается наша работа, рассказывать практически одно и то же. Возможности компании. Ребят, ну как, есть еще какие-то такие существенные мега-вопросы? Кому что еще интересно? Нету ничего? Ну тогда, ребята, я от себя сейчас еще буквально две минуты. Ильнар, я тебя хочу поблагодарить, поблагодарить за вебинар такой. Как всегда, тебя приятно слушать и приятно видеть. От тебя чувствуется вот это тепло, от тебя чувствуется вот эта воспитанность. Не знаю даже, как еще сказать. И чувствуется то, что совсем скоро ты станешь вот прям, знаешь, на пьедестале Азербайджана. И как я учу всех партнеров с Азербайджана, то что да, к вам совсем скоро будут выстраиваться очереди. Да, потому что вы лидеры номер один. То есть всегда в Азербайджане мы задавали эту тему, то что это лидеры номер один. Всегда. И так у нас и вышло, да, то есть еще чуть-чуть, и вы будете у нас прям вообще впереди вселенная вся. Поэтому хочу сказать тебе спасибо, Ильнар. Тебе спасибо, Таня. Тебе спасибо. За то, что ты доверилась, за то, что поверила, за то, что целеустремленно, упорно шла к своей цели, за то, что слушала, прислушивалась, да, не сказала, блин, я там сама умная, учите меня, да, как бывает. За то, что все делала, прислушивалась, да. Как тебе это трудно было, мы тоже все прекрасно понимаем, да, как ты выходила из своей зоны комфорта. Поэтому хочу сказать тебе еще раз спасибо, Ильнарочка. Веди своих лидеров, да, веди своих лидеров обязательно. Будь такой же всегда проникновенной, чувствительной, да, всегда ты будешь наша маленькая принцесса, на которой будет сворачивать горы. Мы тебя очень сильно любим. Прям аплодируем, ребят, восьмерочками. Я так похлопаю, да. Аплодируем тебе, твоей команде, всем из мире, да, всем девочкам из команды. Вот, и очень сильно любим. Я тоже хочу сказать спасибо, Тань, за все, за то, что верила, помогала, поддерживала, за печеньки. Вот, и из мире тоже хочу сказать большое спасибо за помощь, за поддержку. За веру, за все. Спасибо, что пришли. Надеюсь, было полезно. Тогда все, отключаемся.